Прямую связь имеет с благословенными родителями. Надо много служить своим родителям, чтобы ты был удачливее. Смотрите, почему нам говорят, что если бота не дадут тебе твои родители, счастливым станет легко. Слышали такое? Поэтому, говорят, перед чем выйти замуж или женишься, ты лучше получай благословение родителей. Это не просто так. Вы знаете, это важно, очень важно. Поэтому, поскольку все сепочки работают друг за другом, механизм друг за другом работает, очень важно понимать эту сепочку. Связь надо понимать. Это как часы. Часы, которые один меховик другого крутит. Удача, это тоже одно из, можно сказать, фундамент, одночас фундамент богатства. Надо служить родителям. 10% от своего дохода, 10% выделяйте, отдайте своим родителям. А теперь у вас в голове дьявол что говорит? О, если так делать, тебе самому не хватит. А если нет? А если нет? Сейчас скажу. Ещё не начал дьявол говорить? Нет. Тогда через ваша жена будут говорить. Если нет. Сейчас послушайте. Я сейчас объясню. Если сейчас не говорит, через ваша жена будут говорить. Или через ваш муж будет говорить. Потому что дьявол, два вида есть. Она внутри вас, а второй внутри другого. Я сдаю вам слово. Это правда. Один, да. Знаете, что другой придёт, хвалит вас. А вы каев испытываете. Кто-то придёт, лестит вас. Это так и есть. Потому что тот дьявол внутри вас рассказывает. Ой-лю-лю-лю-лю-лю-лю. А тебе нравится. Какой я крутой. Послушайте мне, пожалуйста. Значит, 10% отдайте родителям. Но только по справедливости дайте. 5% из этого дайте родителям жени. 5% родителям мужа. И это делайте каждый месяц. Стабильно, как зарплата. Хотите быть успешным? Пожалуйста, соблюдайте эти правила. Внимание обратим. Если родители не просят у вас, это не означает, что они не нуждаются. А если нет родителей? Сейчас расскажу, солнце. Никогда не думать, что им не нужно это. Возможно, они хорошо живут. Возможно, они состательны. Но вы обязаны. Вы должны свой долг исполнять. Это правда. Это так. Знаете, я ни разу не встретил человека, который мог бы мне сказать, я делаю для своих родителей все то, о чем я мечтал. Или все то, что он мог сделать. Или все то, что они заслуживают. Часто я встречаю людей, которые говорят, мои родители заслуживают большего. По сравнению с тем, что я делал. И я вообще мог бы делать еще больше. Родители, дети, дети никогда не оплачивают долг родителям за их труд. Никогда. Дети не имеют права обсуждать родителей. Нам не дано такое право. Родители любят нас, как умеют любить. Они заботятся о нас так, как у них получается. Они делали все то, что могли. Нельзя их обвинять за чего-либо. Нельзя говорить, ты не дал мне такое образование. Нельзя говорить, что вы мне ничего не делали. Вот посмотрите, другие как делают. Это очень-очень беда. Я видел, что одни родители могут воспитать и давать образование десятка детям. Но десять дети образованные не могут достойно ухаживать за одни родителей. Родители в старости нуждаются. Помните, что их глаза, их руки, их уши точно так же нуждаются, как в вашем детстве. Их глаза хотят видеть вашу улыбку. И в старости точно так же по-прежнему мы остаемся с детьми для них. Ваша улыбка все равно их радует хоть в старости. Их не уши хотят слышать слова благодарности от вас. Это правда. Потому что ценности жизни они понимают больше, чем мы. Мы начинаем в это суетом мире окунаться. А они начинают в ценности жизни окунаться. Они начинают видеть на нас и плакать только. Поскольку мы не понимаем, мы бегаем непонятно за что. Пока есть шанс, надо заботиться о них, если ваши родители живее. А эти деньги, которые вы даете, они какая-то мизер. Но они показатели, что вы думаете о них. Хоть какая-то забота. Не имеет значения, что они это делают с ними. Вы должны отдавать стабильно каждый месяц. Просто отдайте. Я заметил, что когда родители уже в пенсию выходят и так далее, когда у человека мало дохода остается, человек начинает как будто готовиться к смерти. Потому что он подсознательно думает, что мои дни уже сочтены. И он начинает осознанно понимать, что сегодня может быть я есть, завтра нет. Он начнет бояться перед смертью. А вы отдавая им деньги, вы позволите им по крайней мере оставшие дни своей жизни как-то по-другому жить. Не чувствовать себя ненужным. Как обычно мы общаемся со своими родителями. Мы переходим домой поздно вечером, после рабочего дня, уставшими. Они как дети сели день ждали. Как мы придем домой, они начнут задавать вопросы. Они говорят, но как это там? Как твои дела? Расскажи о себе, как у тебя дела? А мы что, говорим, мам, я устал. Вы покушали? Ну да. Хорошо, мама, я пошел спать. Мы думаем, что только от нас достаточно, чтобы думать, что они кушали или нет. Как будто они что, старости много кушают? Беда тому человеку, который не осознает, не думает, не понимает. Если вы не заботились о своих родителей, как должно быть, не обижайтесь, когда завтра дети не заботятся о вас. Потому что мир все возвращает нам. Первая половина жизни ты как фермер сажаешь, вторая половина жизни пожимаешь плоди, которые по законам возмездия соберешь все то, что ты сам делал. Поэтому очень важно понимать этот закон. Особенно, когда дело касается родителей. Не позвольте себе грубить их. Не позвольте забываться о них. Не позвольте этого делать, чтобы ваша жена или ваши дети кто-то нагрубили. Не позвольте. Их сердце становится очень ранимым с возрастом. Очень ранимым. Даже если говоришь, мама, сядьте сюда, или папа, сядьте, они обидятся. Не раните их сердце. Когда вы отдаете им деньги, она небольшая, но они начинают понимать, что вы думаете о них. И это делите немедленно, если хотите быть успешными. Хочешь быть успешным, соблюдай эти законы. И благословенные родители для тебя станут огромной пользой, огромной удачей в жизни. Например, не можешь выйти замуж. Ухаживай за папа. Получи благословение отца. У тебя доход что-то не получается, дела не идут, с бизнесом что-то колебание, постоянно теряешь. Не пытайся по рынкам ходить. Иди сядь возле отца. Значит, у него в душе тоска и боль. Ты ранили его сердцом. Иди сядь с ним. Сначала промывай это боль. Значит, он недоволен тобой. Возможно, он тебе не говорит. У тебя не получается карьеру построить? Иди заботься отца. У тебя не получается с мужем, с начальником, представителем государства? Иди ухаживай за отцу. Значит, чем-то он недоволен тобой. Возможно, он тебе не говорит. Бывает, что люди, даже если обижаются за брат, за сестру, за родственник, но ты не знаешь, что он обижен за тебя. Иди ухаживай за него. Благословение отца даст тебе рост, даст тебе богатство, даст тебе развитие карьера, позволяет тебе стать известным, позволяет тебе быть публичным, позволяет тебе стать успешным. Благословение матери помогает тебе иметь хорошее отношение с людьми, с семьей создать, с детьми быть хорошо и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому каждый месяц выделяем, отдаем эту сумму. Да, поверьте, это хуже налог. Налог ерунда, убегаешь иногда. А вон перед него отвечают намного сложнее. Это тот долг, который ты не заканчиваешь никогда. Просто не заканчиваешь. Никакими деньгами ты не окупаешь этот долг. Позаботься, пока они живы. Когда они умрут, да не надо пятьсот человек собрать, чай давать или там, бешбармак давать, стухан давать. Да не надо. Они это не видят. Это им не нужно. Это нужно твоему гордине, твое эго, чтобы соседи тебе пальцы не показали. Чтобы перед родными, родственниками ты не выглядел идиотом, что за свои родители ничего не делал. Это делишь только для собственной гордине. Не для родителей. Это им вообще не нужен. Вот пока они живут, вот тогда надо заботиться. Когда-нибудь наступит день, когда вы придете домой, эта дверь навсегда закрывается. Этот голос навсегда исчезнет. А этот день все равно наступит. Поэтому, пока они живы, позаботься о них. Это самое важное дело в твоей жизни. Поэтому, видимо, каждый месяц отдавай. Получи благословение. И ты увидишь, как дела у тебя идут. Это деньги не твои деньги. Если они ушли в иной мир, если их нету живим. Если их нету живим, может быть, есть их братья и сестры. Отдайте им. Потому что, если они были бы живыми, они помогли бы своим братьям и сестрам. Да, правда. Если от их родни никого не осталось, от их имена делай благотворительности. От их имена делай благотворительности, дай детям с родом и так далее. Но делай этого. Это лучше, чем не делать. Дорогие мои, самую лучшую одежду одевайте своим родителям, не своим детям. Самую лучшую еду кормите родителям, а не своим детям. Мы, люди Советского Союза, у нас заложена программа «Всё хорошее детям». И мы так и делаем. А дети завтра растут, даже спасибо не говорят. Всё самое хорошее, дай родителям, самое лучшее, то, что в твоей жизни есть, дай им. И ты увидишь, как жизнь тебе помогает. Жизнь, у него свои правила. Их, они не подчиняются нашими желаниями. Это чётко определено давним-давно создателям. Их надо соблюдать просто, чтобы хорошо жить. Да? Только так. Если их нет, от их имена делайте благотворительности, либо дайте их братьям, сёстрам. Хорошо? Посмотрите, ваша религия что позволяет. Если вы в исламе, позовите кого-нибудь, пусть почитают Коран на их, Орва, посвятите. И это ваша религия. Отделяйте этого. Все религии правильные, ребята. Запомните, все они ведут к одному дорогу. В следующем случае, в реагины на связи. это ваша религия. и кое-тура. В... 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 Продолжение следует...